В зале наиболее активные жители Анапы, в том числе представители территориальных органов самоуправления, общественники. Иван Демченко отметил, что ряд вопросов, которые задавали участники встречи, оказались актуальны не только для города, но и в целом для страны. В частности, директор школы из станицы Анапской отметил, что бюджетные деньги, которые выделяются на ремонт школ, зачастую приходят к концу года, а пик работ приходится на летние каникулы. Вопросы, конечно, ставятся интеллектуально грамотные, высокого уровня. Я так думаю, что мы будем обязательно по школам, по летнему ремонту школ, будем выходить с законодательной инициативой от нескольких областей сразу, в том числе от нашего края, в Государственную Думу, чтобы придать этому вопросу очень большой вес, именно политический вес. Работники культуры просят узаконить династии, потому что ситуацию, когда директор и хореограф или руководитель кружка являются родственниками, прокуратура трактует как конфликт интересов, то есть ситуацию потенциально опасную с точки зрения коррупции. Демченко отметил, что надзорный орган работает с тем законодательством, что есть, однако считает, что законы нужно менять, потому что в культуре, образовании, медицине многое держится как раз на династиях, особенно в малых городах и сельской местности. У прокуратуры есть, конечно же, более серьезные вопросы, чем борьба с династиями в домах культуры. Ну, это мое личное мнение, но этот вопрос мы будем выносить, я буду лично выходить с законодательной инициативой. Анапа – новый город в округе Ивана Демченко, за которым также закреплены Абинск, Крымск и Славянск на Кубани, а также Тимрюк. Ну, давайте взаимодействуем втроем, возьмите координаты, потом ко мне зайдете, обсудим. Я покажу наш эскизный проект. На первую очередь инвестор у нас есть. Мы входим в стройку уже этим летом. А ну-ка дай-ка мне телефон свой и мой запиши тогда. Депутат Госдумы, городской парламентарий и заместитель главы города-курорта решают, как лучше обеспечить строительство дайвинг-центра для людей с ограниченными возможностями. В муниципалитете говорят, что отношения с новым для Анапы представителем федеральной власти складываются конструктивные. Сам депутат отмечает, что будет исполнять обязанности до 18 сентября, срока, когда истекают полномочия нынешнего состава Госдумы. До этого момента он пообещал городским властям, которые оплатили проектирование ремонта бассейна «Виктория», профинансировать сами работы. До 1 сентября мы постараемся бассейн сдать. Как это может быть такой город, как Анапа? Наша всесоюзная здравница, будем говорить, и быть без бассейна. Говоря об Анапе, Демченко подчеркивает свою причастность – наша Анапа. В аудитории отметили, что он уже достаточно глубоко погрузился в проблемы города-курорта. Я смотрю, что он в теме, да. Потому что, видимо, он уже приезжал у нас, здесь был, общение было по сельским округам. Я смотрю, он уже проехал, уже многих даже глав сельских даже знает. Поэтому я считаю, что этому человеку можно доверять. Впечатление, надо сказать, неплохое. Потому что человек работает, имеется опыт. И сам вышел, так сказать, от инженера до предпринимателя и дошел до нашей государственной думы. Значит, можно ему верить? Потому что есть опыт, есть знания. В частности, Демченко поддержал инициативу городского парламентария Леонида Красноруцкого о включении пляжей Анапы в реестр особо охраняемых территорий. А с дефицитом электричества депутат Госдумы предложил бороться с помощью солнечных электростанций. Хотя это и означает достаточно большой объем инвестиций, но курорт и должен оставаться таковым.